Мы продолжаем следить за самым резонансным судебным процессом, где на скамье подсудимых бывший министр Куандык Бешимбаев. Сегодня допросили судмедэксперта, который дал однозначный ответ о причинах смерти Салтанат Нукиновой, о том, была ли она пьяна в руководении, могла ли получить травмы, просто упав. За процессом сегодня оследил Ильяс Рамазанов. Сегодняшнее заседание продолжилось допросом дизайнера Малера. Он работал в ресторане в злополучную ночь со своим напарником. Приблизительно в полчетвертого утра, по его словам, они слышали шум из вип-кабинки, где были Нукенова и Бешимбаев. Доносилась ругань, причем громче говорил подсудимый. Два раза он выходил и просил у мужчин зажигалку. Через несколько часов, как сказал свидетель, они решили уйти. Их переписку с администратором заведения зачитал гособвинитель. В 6.35 часов Мирбеков отправляет фото выполненных работ, покраска стен и отправил сообщение. Стена, где висят картины, вторую половину не дали доделать. Куандык буянит. В 6.57 часов. Кажется, випку перевернул верх дном. Надеюсь, жена жива. Мы уходили. Он либо избивал, либо портил имущество. Гособвинители задали резонный вопрос, почему свидетель не обратился в полицию, а написал администратору. Мирбеков заявил, что за 10 дней до трагедии он был свидетелем акта агрессии от Бешимбаева. Тогда, по словам маляра, подсудимый буянил громче. Я видел вот эту картину за 10 дней. И я не предполагал, что человек может именно убить свою жену. Такого отсылки не было вообще. И знаете, еще такой момент, что каждый раз, когда мы приходим на работу, нас как будто бы ограждали Бешимбаева в плане того, что вот пусть он сейчас посидит и уйдет, а потом вы начнете. Еще адвокаты Бешимбаева обратили внимание присяжных вновь на кадры с оперативных видеополицейских. Конкретнее на разговор подсудимого с сотрудниками в машине. Там он рассказал о причине ревности к бывшему мужчине, который якобы был старше Салтанат на 23 года. Это чувство, по словам экс-министра, напрягало его на протяжении всего времени их отношений. Это видео сделано спустя 14 часов. То есть у подсудимого было 14 часов до того, как приехала полиция. И плакать вот начал в тот момент в машине, в первую очередь потому, что он потерял контроль. Он в первую очередь беспокоится о себе. Несколько громких заявлений сделал судмедэксперт. На манекене он продемонстрировал, в каких местах были травмы у Нукеновой. А еще рассказал, что на шее были следы удушья. Кроме того, по словам специалиста, нанести самостоятельно такие увечья невозможно. По предположению Тахира Халимназарова, она умерла в агонии, а об унитаз ее именно били. Ударов было около 13. Причина смерти, вот эта травма, вся вместе, нельзя отдельно рассматривать это, это, это. Это вся совокупность. Они, каждый из них, так же, как указано в первичной экспертизе, так же нами. Они, вот эти все травмы, это удары, они взаимоотягощают друг друга. Будучи в сознании, такие травмы головы не получают. На плоскости стоя, человек упасть головой и получить такие повреждения не может. Причем сторона защиты задавала очень много уточняющих вопросов к эксперту во время заседания. Касались они тонких медицинских аспектов. Длилось это более часа. Адвокат пыталась узнать, была ли ранее у погибшей травма. Ряд вопросов судья отклонила. Какими методиками, либо специальной литературой вы пользовались? Почему в исследовательской части вашего заключения нет описания исследований и как вы пришли к данному выводу? Уважаемый суд, я прошу сделать замечание, что за смех был, я не поняла, со стороны потерпевших. Вообще-то это присяжные заседатели смеялись. Напомню, что процесс по делу убийства Салтанат Нукеновой длится уже с конца марта. Бишимбаеву могут вменить от 15 лет заключения до срока длиною в жизни. Ему предъявляют обвинения по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью и истязание». Ильяс Рамазанов, Ерлик Нур Ахмед, Астана, Первый канал, Евразия. Редактор субтитров А.Семкин